Коллеги, мы с вами находимся на сайте торги GoFrom. Сейчас мы будем с вами переходить в секцию приватизации, либо по-другому госпродажи государственного и муниципального имущества. И далее мы с вами будем смотреть способ приватизации, либо по-другому способ продажи. Как вы помните, у нас их несколько. Это аукцион, это конкурс, это продажи без объявления цены, это продажи обращенного в собственность государственного имущества стоимостью более 100 тысяч, продажи обращенного в имущество стоимостью не более 100 тысяч, продажи посредством публичного предложения и специализированный аукцион. Нас интересует первое, это аукцион. Нажимаем поиск. Далее, коллеги, как мы видим, на текущий момент в процессе подачи заявок 5667 лотов. Теперь, что нам необходимо сделать? Нажать кнопочку просмотр. Когда мы нажимаем кнопочку просмотр, у нас первично выходит, какая организация, какая информация, статус. Далее, наименование, характеристики, местонахождение имущества, детальное местоположение, начальная цена продажи и шаг аукциона. Дальше, перечень предоставляемых документов, обременение и размер задатка, порядок внесения задатка, порядок ознакомления с имуществом и ограничение участия в приватизации. То есть, вся информация, которая нам нужна, она первично нам здесь выходит. Теперь, когда мы нажимаем лоты, здесь все лоты, которые опубликованы в один день от организатора торгов. Здесь мы видим номер размещения, наименование, характеристики имущества, начальную цену, способ приватизации, местонахождение имущества. Нажимаем «Назад к торгам», нажимаем «Конкурс», «Поиск», выбираем любой понравившийся нам лот, видим срок и место подведения долгов, спускаемся немножко вниз, также видим наименование, характеристики имущества, местонахождение, начальная цена продажи, то есть меньше этой цены имуществу продаваться не будет. Далее видим, что есть обременение, видим описание обременения, видим размер задатка. И также ограничение в приватизации, порядок победителей. Порядок определения победителей, рассмотрение предложений участников о цене и подведении итогов, осуществляется в день подведения итогов конкурса и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене имущества, после получения от продавца протокола об итогах приема заявок. То есть здесь мы все видим. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. То есть если выполняются условия конкурса, то побеждает тот, кто предложил максимальную цену. Далее. Переходим назад к торгам. Продажи без объявления цены. Нажимаем поиск, выбираем любой лот. Коллеги, несмотря на то, что у нас продажи без объявления цены и начальная цена 0 рублей, у нас может быть задаток, потому что задаток законом никак не регламентирован, устанавливается на усмотрение организатора торгов. Итак, срок и место подведения итогов, наименование характеристики, местонахождение. И здесь, смотрите, здесь у нас указан размер задатка. И здесь согласно лотовой документации, согласно лотовой документации, такое тоже может быть, если у нас здесь так указано. Что нам необходимо сделать? Подняться немножко вниз и перейти в документы. И вот здесь у нас есть лотовая документация, вот по-другому конкурсная еще документация. Можем зайти и ознакомиться с ней, то есть, что здесь нам предлагают сделать. Нажимаем вернуться к торгам. Здесь у нас, как вы видите, могут быть файлы с описанием. Давайте откроем какой-нибудь файл и посмотрим. Это местонахождение нашего имущества, да, то есть, экспликация от формы БТИ, выписка БТИ, международная. То есть, здесь мы можем зайти и ознакомиться с документами. Теперь нажимаем назад к торгам. Далее. Продажа обращенного в собственность имущества более 100 тысяч. Все, что у нас более 10 тысяч, должно продаваться в форме аукциона, но по факту может и быть в прямой продаже. Также заходим. Здесь у нас в 98% случаев публикуют фотографии. В данном случае не опубликовали, в 2% это мы не входим. Здесь у нас есть начальная цена имущества, шаг аукциона и величина снижения начальной цены. Периодичное снижение начальной цены 10 дней. То есть, это значит, что при стечении 10 дней цена снизится вот на такую цену, и она будет снижаться 3 раза. По истечению 3 раз у нас имущество будет утилизировано. Здесь не ранее 10, не позднее 15 рабочих дней. Сроки заключения со дня проведения итогов аукциона. Далее мы видим размер задатка. Местонахождение имущества. Если перейдем в документы, возможно, там у нас будут фото. Здесь у нас опубликовали вот фото имущества, которое есть. Не очень, конечно, понятно, но тем не менее. Но есть и предварительно, мы хотя бы можем ознакомиться. Здесь мы можем зайти и посмотреть, какая у нас заявка. Но в аукционе все, все верно. Здесь в аукционе. Далее нажимаем назад к торгам. Продажа имущества не более 100 тысяч. Не более 100 тысяч, по факту, это просто интерфейс. То есть, здесь то, что до 10 тысяч рублей, то посредством прямой продажи. Вот, например, винтовка спортивная. Полторы тысячи. Нажимаем изображение. Изображение у нас здесь опубликовано. Далее. Общие сведения. Переходим. И здесь величина снижения 468. Смотрите, начальная цена 1560. Величина снижения начальной цены 468 тысяч. Периодичность 10 дней. Перечень документов. Здесь лицензия. Видите, что нужна? Копия паспорта. Копия ИНН. Осмотр имущества в рабочие дни, когда договор купли-продажи у нас опубликовывается. Также можем зайти в документы и посмотреть все о документах. Возвращаемся назад к торгам. И продажа посредством публичного предложения. То же самое. Открываем. Лот. Здесь у нас вряд ли что-то опубликовано. В общие сведения переходим. И что мы здесь видим? То есть решение о проведении. Наименование характеристики. Местонахождение. Начальная цена имущества. Минимальная цена имущества. То есть, как вы видите, она в два раза меньше. Вот начальный. Шаг понижения цены. Да, то есть, когда она снижается. И шаг аукциона. То есть, смотрите, у нас здесь получается, что шаг понижения 41 тысячи. Шаг аукциона 20 тысяч рублей. То есть, также в два раза меньше. И размер задатка. Здесь у нас, видите, прописано согласно лотовой документации. Соответственно, нам необходимо зайти и изучить нашу лотовую документацию.